Эта электростанция в Комсомольске одна из первых в России с парогазовым циклом. Входит она в группу Интеррау. Для журналистов провели экскурсию по предприятию. А вот совещание губернатора и руководство электростанции осталось с закрытыми дверями. Вопрос на повестке дня серьезный. Модернизация системы теплоснабжения города Комсомольск. Дело в том, что теплосетевые организации скопили солидные долги перед Интеррау. Последние фактически вынуждены заниматься благотворительностью. Основная проблема на сегодняшний день для Ивановской ПГУ заключается в том, что единая теплоснабжающая организация «Тепловик» нарастила долг вот на сегодня уже 120 миллионов рублей. И продолжает такими темпами наращивать долг примерно 40 миллионов в год дебюторской задолженности за поставленное тепло. Предыдущая компания, которая также снабжала жителей теплом, уже банкрот. Избавиться от третьего лишнего и полностью передать дело в одни руки, то есть напрямую поставщику ресурса Интеррау. Провести конкурс на концессию, сделать компанию лицом полностью заинтересованным в модернизации городских теплосетей. К таким договоренностям пришли власти и руководство Ивановских ПГУ. Это как раз тот самый пример государственно-частного партнерства. Администрация города и правительство Ивановской области должно решить проблему с частным сектором, с переводом частного сектора на индивидуальное газовое отопление. Так как именно наличие удаленного частного сектора, подключенного к централизованной системе теплоснабжения, отрицательно влияет на экономические показатели работы Интеррау. Там, где теплосетевые организации, постоянная череда банкротств, рассказывают специалисты. Плюс в том, что если Интеррау станет концессионером, обретет статус единой теплоснабжающей организации, свои деньги потребитель будет платить напрямую поставщику ресурса. Елена Белова, Денис Денисов, Артова Иванова, Комсомольский район.